Девочка-пай Это мой дедушка. Он был красноходцем. Он защищал блокадный Ленинград. Он был звеном на Лазарьском озере, который доставлял продукты, медикаменты. Это моя бабушка Вахтина Анна Васильевна. Она прошла всю войну, была рядовой, сапером, прожила на 91 год. Те, кто так и не вернулся домой, и те, у кого рано, все-таки взяли свое. За каждой фотографией история семьи, которая лучше любых учебников объяснит, что такое война и что значит победа. У многих потертый черно-белый снимок – единственное, что осталось от близкого. У некоторых нет даже и его. Длинная колонна молодежи с портретами в руках. Так выглядит память. Это и есть бессмертный полк. Акцию, которая теперь проходит по всему миру, шесть лет назад придумали журналисты из Томска. Ниджегородцы присоединились к ней в 2013-м. Самые первые шествия организовали мы, Первый городской телеканал, а также газета про город и рождественская страна. Своими руками делали транспаранты. Своими руками собирали толпу около 7 тысяч человек и выстраивали эту толпу. Работать с толпой очень тяжело. Мы дали городу традицию проведения бессмертного полка. Это очень важный день. Это очень важное шествие, которое через несколько лет будет самым главным шествием 9 мая. Тогда, в 2013-м, на площадь Народного единства вышли 600 человек. Потом 3007. В прошлом году по всей Нижегородской области в колонну бессмертного полка встали 115 тысяч жителей региона. В Нижнем – 20 тысяч. Уже сейчас понятно, что в этот раз будет еще больше. В прошлом году участники акции «Бессмертный полк» прошли в общей сложности 3,5 километра. Это путь от Верхневолжской набережной через площадь Мины и Пожарского вслед за военным парадом по Зеленскому съезду до подножия Чкаловской лестницы. В этом году маршрут решили продлить шествие. Завершится в парке Победы. «Бессмертный полк» вновь станет частью военного парада. По традиции шествие пройдет в День Победы 9 мая. Сбор участников начнется в 9 утра на Верхневолжской набережной в районе 1-го корпуса Политехнического университета. Записываться для построения в колонну не нужно. Проход на шествие «Бессмертный полк» будет возможен только с двух улиц. Это с улицы Привианская и улицы Нестерова. То есть это как раз на Верхневолжской набережной, где мы сейчас с вами находимся. И также с улицы Нестерова у гостиницы «Октябрьская». Там будут стоять рамки металлодетекторов, и все участники будут через них проходить. То есть во всех других местах как-то попасть на шествие будет невозможно. И вот хотелось бы на это обратить внимание, потому что бывает люди там приходят, на площадь Минина стоят, и они хотят попасть оттуда уже, когда колонна идет. Но с точки зрения безопасности это не разрешается. Если вы уже участвовали в акции «Бессмертный полк», то приходите на место встречи с теми транспарантами, которые у вас уже есть. Адреса компаний, которые делают новые штендеры, указаны в группе штаба. Ссылки сейчас на ваших экранах. Малоимущие могут обратиться за бесплатной помощью в районное отделение соцзащиты. Вы также можете изготовить плакат самостоятельно. Не забудьте под снимком указать имя вашего фронтовика. Добавлю, что вступить в ряды «Бессмертного полка» можно и с обычной фотографией. Уже не первый год в колонии идут люди, которые распределяют фото, а иногда и награды, и разные документы так, как им нравится. Также у шествия есть официальный сайт – мойполк.ру. На сервер можно написать историю своего фронтовика или попытаться найти пропавшего солдата. Екатерина Вологина, Иван Масов, Служба новостей и город.